Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге великие музеи мира. Джон Уильям Уотерхаус. Шалот. 1888 год. Холст масла 153 на 200. И вновь, как уже не раз отмечалось о художниках при Рафаэлитах, в основе творчества в целом и данной картины в частности лежит литературная программа. Здесь это поэма Альфреда Теннисона «Волшебница Шалот», известна в русском переводе «Пальмонт». На острове Шалот в басне заточена девушка, на которой лежит проклятие. Она обязана жить в полном уединении и ткать полотно. Ей нельзя даже смотреть в окно. Никто не знает об узнице, но у нее есть зеркало, в котором она видит все, что происходит в мире. И на своем гобелине изображают различные сцены. Однажды героиня увидела скачущего на коне сэра Ланселота, направлявшегося в Камелот. Она подбежала к окну и в этот момент исполнись проклятия. Сотканный гобелен распустился, а волшебное зеркало разбилось. Девушка убежала из башни, нашла в реке лодку, хотела плыть в Камелот, но с грустной песней умерла, так и не соединившись со своим возлюбленным. Эта картина Уотерхауса самая близкая по духу к искусству при Рафаэлитах. Художник запечатлел типично английский пейзаж, освещенный естественным цветом раннего вечера. Пристальное внимание уделено мельчайшим деталям, вплоть до стебельков и травинок. Девушка вышивала гобелен, он великолепно изображен, что вызывает еще большее сожаление при мысли, как погибает труд всей жизни очаровательной пленницы. Многие другие детали работы обнаруживают глубокий замысел автора. Фонарь, свечи и распятие – это маленький алтарь на носу лодки. Туман на воде, тени леса и приближающиеся сумерки создают атмосферу мечтательности и некой магии. Зритель словно попадает в сказку. Живописец создал несколько версий этого сюжета. Данная картина первая. Вот такое описание к работе Шалот, Джон Уильям Мутерхаус, 1888 год, текст по книге «Великий музей мир». Пока, до свидания. Субтитры создал DimaTorzok